Ферментация возможны величайшие открытия после огня. Дэвид Рейнс Уоллок Сегодня готовим аббатский эль под названием Молитва аббата Шири дорогу вашему духовному отцу Клянусь святым дунстаном В моем отсутствии виновен не я, вот этот бочонок Захотелось аббатского эля Разработка спецнии аббатского питания Аббатский солод 2,5 ПЛЛ 3 кг Пшеница 1 кг и миленоидиновый полкило Дрожжи элевые, гервин GV12 Которые 2 месяца у нас в погребе при плюс 2 Сохраняются Живые скотины, ничего им не сделается Хмель Мозаик 10 грамм Из отецкого 30 грамм Забабахаем Ну, в принципе, все Что у нас тут Вот график Пшеничку Килограмм пшеницы С килограммом ПЛЛ Затру на 45 Бета-глюконаза Немножко похрумкает его А сахарю быстренько И прокипячу 10 минут Потом в общий затор Подниму до 65 Ну, потом отварочка одна будет Вот, до 75 В принципе, все Такой буду делать питьевой Суховатый Эль Чтобы получился Гидромодуль будет пожиже Чтобы побольше сбраживаемых сахаров было Будет у нас посуше немножечко Поспиртуознее А то народ жалуется Вкусное пиво Но В голову не бьет Ну, привык народ Что ж Надо им угодить ПЛЛ Аббатский Илонайдиновый И пшеница В 47 градусов И засыпаем Нашу пшеницу С ПЛЛ Ну, все Пока бета-глюконаза у нас работает По пшенице Мы оживим наши дрожжи Запах Свежий Пивной Дрожжевой Вон, можно посмотреть Колония живая Вот, джигулевского сусла у меня есть Сейчас вот охладил Прокипятил Пускай разбраживаются Пока варим Часов 5-6 Оживут И будет все нормально Помешивать нашу Бета-глюконазу Оно осаживается Плохо Реакции проходят Все, доводим до 70 Кстати, какая у нас тут температура Упало до 43 Ну, это нормально Это нормально Воду я разделил Вот бутылка 19 литров Сюда налил 5 литров где-то На 2 килограмма Солода Остальные 14 литров Вылил сюда В основной заторный бак Это у нас пойдет На 5 килограмм Оставшегося нашего солода Уже затор нагревается У нас Поднимается К температуре Осахаривания И сейчас будем наблюдать Как Наш молочный цвет Наш Будет Осахариваться Превращаться В коричневую В коричневую Такую Ну, уже цвет меняет Был белый-белый Сейчас уже темнеет И затор гуще становится Такой Как раз Начинается Клистеризация Крахмалы же не могут Осахариться Просто так Им же надо Клистеризоваться Сначала А клистеризуются Они у нас При температуре Ячменные От 55 Градусов 60 Самый Самый Тяжелый В плане Осахаривания Клистеризации Это Рисовый Крахмал Он при 80 Градусах Клистеризуется Ну и потом Соответственно Осахаривается Чтобы рис добавлять Это Сначала Надо Отваривать Хотя бы При 80 Градусах Чтобы он Клистеризовался А потом Понижать Температуру Добавлять В общий Затор Чтобы Этот Крахмал Уже Осахарился Уже Белого Практически Не осталось Уже Весь Крахмал Клистеризовался И теперь Процесс Осахаривания Идет По полной Программе 65 66 Самая Самая Мальтозная Пауза А мы Будем Поднимать До 72 Нам Нужны Декстрины Потому Что Общий Затор У нас Пойдет На Сбраживаемые Сахара А все Таки Тело Немножко Добавит У нас Вот это Вот Отвар Вообще Даже Техника Такая Есть Затирание Чтобы Не заморачиваться С паузами Не вымерять Кто Не хочет С градусником Все это Поставить Нам Маленький Огонь Чтобы Получилось Нагревание Равномерное Где-то Один градус В одну Минуту Поднималась Температура И Все Пройдет Равномерно Осахарится Лучится Нормальное Пиво Ну а Тем Временем Вот У нас Уже До 75 Поднялась Температура А мы Тем Временем Ставим Наш Агрегат И Доводим Его До Температуры 55 Градусов Чтобы Засыпать Солод И У нас Получилось 52 Выключаемся Одеваем Нашу Рубашечку Кстати Аскорбиновая Кислота Для Понижения PH Используем Грамм 5-7 Наверное Думаю Нормально Будет Засыпаем Калашматим Комки Наши Эх И Волшебное Слово Наша Пептида Заработай Все Рокировочка А эту Фигню Поднимется До точки Кипения Минут Десять Минут Десять Прокипит Как раз Двадцать Минут Нашей Пептидазной Паузы И Поднимаем На 62 Все Очень Очень У нас По плану Идет Начинает Закипать Запах Такой Каша Вкусничок Такой Ух ты Цвет Какой Вообще Красный Такой С отливом Конечно Аббатский Солод Такой Цветность У него Прожаренный Хорошо Красивое Думаю Пиво Будет Такой Насыщенный Цвет И запах Приятный Ну Попробуем В нетерпении И Поднимаем Нашу Проварку До 65 Ну Суперски 64 Градуса Сейчас Наверное Еще Чайничек Поставлю Небольшой Чтобы Через Полчаса Поднять Немножечко Температуру Когда Упадет И Сразу Ставлю Воду Для Нашей Промывки Пускай Подогревается Так А эта Кастрюлька У нас Для Отварки Пойдет Через Через 20 минут Вон Все Конфорки Заняты Промывочная Вода Для Поднятия Температуры Через Полчаса Чтоб Не Упала У нас Температура Осахаривания И Отварочка Будет Вариться Чтобы Поднять На 72 20 минут Прошло Осахаривания Будем Набирать Отварочку Температура Упала До 60 Градусов Вот Сейчас 66 Градусов Супер Все Продолжает Осахариваться Отварочка Промывочка Вливаем Поднимаем До 75 Проблема Кухню Забираю Жрать Нечего Приходится Пиццу Заказывать Целая Проблема Блин С пивоварением Начинаю Фильтрацию Первая Муть Идет Конкретная Муть Основная Наша Байда С кипяточком Промывочка Пошла Закипает Пена Пошла Пену Отставить Пена Нам Не Нужна Жадецкий Первая Доза 20 Грамм Ураган Вносим Наш Последний Мир Мозаик За 15 Минут Ну и Сразу Чиллер Все 15 Минут Кипятим И На охлаждение Будем Наливать Берем Праймера Сразу Самая Грязь В баночке Пускай Отстаивается Померяем Плотность Почти 15 Ну 14 Половиной Процентов Нормальный Такой Пивас Будет Сладко Горький Пиво Цедится У нас Праймера Набрали Все Вроде Готово Трожечки Наши Разбродились Пена Какая 5 часов 6 Они Уже Вовсю Ой Запах Запах Вот Что Мне Нравится В этих Гервин GV12 Вкус У них Очень Мягкий Получается У пива Очень Мягкий Приятный До Невозможности Вот Т58 Все Таки Резче Намного Резче А у Этих И вкус Очень Мягкий Приятный И Запах У них Вот Сейчас Например Мне Можжевельником Прямо Можжевельником Так Приятно Пахнет Как Вот Настойка Вот На Джин Похоже Можжевеловая Настойка Отличный Запах Выдают Ароматика Вновь Сшибательная С amusement СPaul Красный Красный Аббадский Эль Пиво пить Земля валяться ну-ка посмотрим мой какой запаха два дня бродит за такой красавица сладенький какой-то печенюшкой прям недельку простоял на первичке хорошо бродил смотрим отлично все и на пена уже хорошая отличная пена такая получается 10 процентов чем больше ждешь ариометр пузырьки облепляют и вылазит смотрю было блин 6 процентов а потом 11 вылезла короче 6 процентов начинаем переливашки гирвиновские дрожжи конечно отличные садятся очень плотненько никакой муки нету просто суперски 17 градусов 17 градусов вторичка от бродила померяем плотность ухты ухты красота 4 5 процента получается по бутылочкам на карбонизацию еще недельку она добродит доест и будет все очень суперски запах уже замечательный запах правда говорю солодовый такой очень ярко солодовый прям насыщенный прям такой выпечкой слюна капает мармелад мармелад очень вкусно очень вкусно наверно будет все таки один из приоритетных рецептов правду говорю так у нас все уже подготовлено для нашего аббатского эля все стоит под 70 процентным спиртом вот по случаю прикупил бутылочки бугельные для пива в магазинчике для пивоварения литовские да литва литва привет литва пивасик с коноплей написано тарушку аус проворос литва пиво светлое нефильтрованное не пастеризованное канапиум понятно канапиум то же самое канапиум это это вроде без канапли тоже против со спиртником поставил интересно с канапливой пива с канабинолом или без него нам без разницы бугельная бутылочка пивная давление должна выдерживать так что очень ну что будем переливать наш аббатский с праймером смешивать что там у нас отлично отлично подбрасывает еще познали а а а а а а ну вот аббатская скорбница ну наконец настал тот миг когда аббатский эль наш созрел вот прибежал с работы сил нету уже хочется попробовать ну что понеслась ух ты класс джин выходи ну то есть или а com такой выпечки солодовый ярко-солодовый запах бесподобный сильный огонь был под пивом и вывалилась много получилось на 25 23 литра поэтому горечь немножко больше получилось рассчитывал 12 единиц получилось 16 ну ничего пенка опала пока говорил дольем объем не терять класс запах бесподобный солодовый мощный с выпечкой какой-то пробуем насыщенный мощный-мощный такой насыщенный прямо обволакиваю солодом таким поджаренным слегка как после сухариков идет такой приятный очень приятный вкус и хмель пошел сейчас мель прямо какими-то цветами добавляет как будто на лужайке ну прямо-ка лужайка цветы какие-то идут я печенюшки ем класс такая горечь легкая проходит пропадает немножко больше горечи чем я люблю но совсем чуть-чуть не критично абсолютно прямо дышал бы и дышал бесподобный классный напиток получился дух мяный вкусный ароматный супер я доволен ну будем здоровы святой напиток святость так и прет всем пока варите хорошее пиво и наслаждайтесь так и на Продолжение следует...